Здравствуйте! В эфире программа под защитой закона. Все о работе крымских прокуроров. Сегодня мы расскажем вам о громких уголовных делах, возбужденных в республике по инициативе надзорников за последний месяц. Наша съемочная группа побывала в разных частях полуострова, в Ялте, Алуште, Симферопольском районе и других, чтобы показать вам, как закон встает на пути криминального беспредела и коррупции. Недобросовестные застройщики, махинаторы из управляющих компаний и осквернители братских могил. Вот главные антигерои этого выпуска. Это второй этаж недостроенного этого дома. Окна выходят на природу, на реку, на ту сторону, не на горы, с той стороны. Ничего не достроено. Оксана показывает нам то место, где должна была быть ее квартира. Еще в 2015 году жительница Ялты нашла, как ей показалось, отличный вариант в строящемся доме в Массандре. Он должен был стать долгожданной заменой съемному жилью. Цена мне показалась доступной в сравнении с другими объектами. Я, конечно, изучала в интернете миллион шестьсот сорок, потому что у меня просто не было средств. Недалеко от города, дочка у меня ходит в школу, и я работаю, чтобы мне было добираться как-то легко. Квартира должна была 31 декабря 2016 года. Уже должна была сдана быть, да. А вот эта женщина переехала в Крым из Ханты-Мансийского автономного округа. Ирина вместе с мужем продала там квартиру и вложилась в строительство в Ялте. Мечтала жить у моря, в тепле. И мечта сбылась, но совсем не так, как хотелось бы. У нас временная канализация, временная вода, временное электричество. То есть, ну, как бы такие вот условия. Недостроен, видите, жуткий подъезд внутри. Теперь супруги просто вынуждены обитать в соседнем, почти достроенном корпусе того же жилого комплекса, в который вложила деньги и наша первая героиня – Оксана. Домой я вас не приглашаю, потому что у нас еще такое все строительное, не готовое и не очень приятное. Такое совсем простое, спартанское. Хочется, конечно, чтобы… Вообще хочется жить в нормальной квартире уже. Бочаров, ручей в Массандре – живописнейшее место, прекрасный горный воздух, великолепные виды. Казалось бы, живи и радуйся. Однако люди, которые захотели поселиться здесь из-за алчности и непорядочности застройщиков, получили только пустые обещания и такие же пустые бетонные коробки. И таких объектов в Ялте не один и не два – десятки. Правоохранительные органы за последние месяцы возбудили ряд уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупных размерах и нарушения закона о долевом строительстве. Обманутых дольщиков, вложившихся в ялтинскую недвижимость и не получивших жилья – сотни. Ущерб по самым минимальным подсчетам может составить тоже сотни – миллионов рублей. Привлекались деньги и средства. Объект строился на земельном участке, предназначенным либо для индивидуального жилищного строительства, либо же посреднеэтажного строительства. Опять же, строительство осуществлялось в нарушении всех строительных норм, в нарушении законодательства Российской Федерации, вследствие чего сейчас возникла ситуация с проблемными вопросами, связанными с введением данного объекта в эксплуатацию. Часть объектов построена, но не введена в эксплуатацию, часть объектов возводится, часть объектов находится еще на этапе начала строительства. Также городская прокуратура поддержала ходатайство следователя об избрании в отношении руководителя одной из компаний-застройщиков Юрия Дубровицкого меры пресечения в виде содержания под стражей и держит расследование на особом контроле. Кроме того, в связи с участившимися случаями обмана дольщиков, надзорники инициировали тотальные межведомственные проверки ялтинских строек. Нами были созданы межведомственные мобильные рабочие группы, в состав которой вошли как представители прокуратуры, полиции, МЧС, органов местного управления, общественности. Был проведен мониторинг дополнительной всей территории Большой Ялты, в результате чего нами еще было выявлено 105 объектов, которые по своим экономическим признакам могут подпадать под признаки проблемных. Наша позиция какова? Это принцип неотвратимости наказания, как со стороны недобросовестных застройщиков, так и со стороны уполномоченных контрольно-надзорных органов, которые бездействовали на тот момент, когда необходимо было давать своевременную правовую оценку. Расследование преступлений ялтинских застройщиков продолжается. Списки потерпевших уточняются. Кроме того, по иску городской прокуратуры Роскомнадзор уже начал ограничивать доступ к сайтам с рекламой таких объектов. Республиканские власти, в свою очередь, обещают подойти индивидуально к решению проблем дольщиков каждого из этих домов. Ну а всем, кто хочет купить жилье на крымских курортах, остается только посоветовать внимательнее изучать рынок недвижимости и избегать застройщиков с сомнительной репутацией. Еще один курорт южного берега – Алушта. Как и в Ялте, здесь тоже есть проблемные новостройки. Но не меньше сложностей и у жителей многоэтажек, построенных давным-давно. Многочисленные жалобы горожан на мусор вокруг их домов и грязь в подъездах стали причиной масштабной прокурорской проверки в сфере ЖКХ. Ее результаты оказались просто удивительными. Алушта – город небольшой, но многоквартирных домов в нем довольно-таки немало. И расположены они на обширной территории. И тем поразительнее, что долгое время большая часть из них, а именно 102 многоэтажки, обслуживали силами всего лишь четырех дворников. Это просто фантастика какая-то. Правда, как выяснили прокуроры, никакими сверхспособностями чудо-уборщики не обладали. Просто их хитроумная работодательница, индивидуальный предприниматель, заключила выгодный договор подряда – СМУП Управления городского хозяйства. В день убирать площадь, равную 20 тысячам квадратным метрам. Ну, это около трех футбольных полей. При этом работы должны были проводиться шесть раз в неделю, дважды в день. Это вот уборка прилегающей территории подметания. Шесть раз в неделю, один раз это было влажное подметание. Соответственно, тот штат работников, который был у индивидуального предпринимателя, не мог фактически выполнить данную работу. В итоге мы вышли на ущерб в размере около 9 миллионов рублей. Что характерно, непростые требования договора и скромные возможности подрядчика не смущали обе стороны – ни саму предпринимательницу, ни заказчика работ. Такое частно-муниципальное партнерство привело к закономерному результату. Возбужденному по итогам надзорной проверки уголовному делу. Направленные материалы по факту злоупотребления должностными полномочиями директора муниципального предприятия, который подписывал акты выполненных работ с заведомо недостоверными сведениями. А также мошенничество по части 4 статьи 59 главного кодекса в отношении уголовного предпринимателя, который путем обмана вносил недостоверные сведения в акты выполненных работ, хотя понимал, что 4 работника не могут убирать 20 тысяч квадратных метров в день. После того, как сомнительная схема была вскрыта, в городе провели новый конкурс, и в этом году в Алуште работает уже другой подрядчик. Как говорят местные жители, и могли убедиться мы сами, на улицах и в подъездах действительно стало почище. Хотя и есть еще над чем работать. 12-этажка на Судакской 26 – это прекрасный образец позднесоветской прогрессивной архитектуры. СССР, как известно, распался, а здание стало приходить в упадок. Однако, несмотря на то, что эти стены до сих пор нуждаются в ремонте, в последнее время после смены продрядчика здесь хотя бы стали убирать, и мусор уже не валяется под ногами. В целом, алуштинские прокуроры с начала года проверили все городские свалки. За выявленное нарушение оштрафовали ответственных чиновников муниципалитета. Также надзорники предъявили к местной администрации 6 исков, которые уже удовлетворены судом и обязательны к исполнению. Противотанковый ров на 10-м километре Феодосийского шоссе – печально известное в Крыму место. С 1941 по 1944 год фашисты методично истребляли здесь советских граждан – евреев, крымчаков, цыган и людей других национальностей. В этом самом месте в годы войны были убиты и захоронены по разным оценкам от 15 до 20 тысяч человек – мирные жители, военнопленные, партизаны. В их уничтожении активное участие приняли кроме самих немецко-фашистских захватчиков и предатели Родины из числа местного населения. А уже в наше время предатели памяти жертв нацизма продолжают здесь свое черное дело. Первые факты мародерства в братских могилах были зафиксированы еще в 80-х. После этого ров забетонировали, но проблемы это не решило. К сожалению, несмотря на такую массовую огласку всех событий, связанных с этим рвом, я говорю и о самой трагедии 41-го года и о пресечении вандальских действий, несмотря на поэму Вознесенского рву, посвященную именно этому рву, несмотря на то, что были осуждены известная семья, которая попадала и до вхождения крымства в Россию, и при России в прошлом году получила соответствующие сроки, место привлекает разного рода злоумышленников. Мародеры-рецидивисты, отец и сын Полищуки действительно были схвачены на месте преступления еще в 2017-м, а в следующем году осуждены и до сих пор отбывают сроки. Но уже в начале этого года прокуроры получили и тут же проверили информацию о новых происках гробокопателей. Был выявлен факт производства незаконных земляных работ, следы производства этих работ. Специалистам было осмотрено эти, порядка семи шурфов мы обнаружили, и дано заключение о том, что раскопки велись приблизительно в период декабря 2018 года, январь-февраль 2019 года. Прокуратурой были собраны материалы и направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Такое дело возбуждено 5 марта и в настоящее время расследуется. Очередных черных копателей ищут и, вероятно, найдут, но это не решает проблемы глобально. Надзорная проверка выявила и то, что администрация трудовского сельского поселения, где расположен ров, до сих пор не переоформила документы на землю по российскому законодательству. Прокуроры внесли представление в адрес местных чиновников. В настоящий момент ведется работа по кадастрированию данного земельного участка, после чего будут поданы документы на оформление права собственности. Время это займет примерно 2-3 месяца. После устранения нарушений можно будет начать нужные работы по реконструкции и охране объекта. Тем более, что уже есть конкретные планы. В первую очередь предполагается, что прежде всего защитить саму братскую могилу, защитить ров. Здесь будет установлен специально подготовленный забор, система сигнализации, видео. Будет определенное благоустройство. В этом году мы должны это любыми путями завершить. И после этого мы будем уже как бы наращивать. Это будет вторая очередь, третья очередь. Это будет создаваться музей памяти жертв Холокоста. Всего в Симферопольском районе более 80 объектов культурного наследия. Проведенная прокурорами в феврале проверка в большинстве случаев выявила ненадлежащее состояние самих памятников и неоформленную местными чиновниками документацию. В итоге главы 19 поселений получили представление от надзорников и сейчас уже устраняют нарушения. Это была программа «Под защитой закона». Все о работе крымских прокуроров. Смотрите нас в эфире «Первого Крымского» и «Крыма-24». Живите по закону. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин